Дорога на Ялту После прогулок артисты возвращаются к песням, которые уже давно растопили их сердца. Любимый город может спать спокойно, поет представительница Эквадора Карен Соса Лимонес. Дорога на Ялту Она полюбила Россию благодаря русскому педагогу по вокалу. Женщина рассказывала много о своей стране и культуре. Карен стала учить язык. Было сложно. У нас только одно правило – все. А у вас есть именительный падеж, и родительный, и творительный падеж, и все. А у нас нет. У нас все говорим только одно правило – все. Поэтому очень трудно. Трудности перевода помогают преодолевать Дмитрий Мурин. Гитарист, певец и дирижер выступит с Карен в финале. Для российских артистов фронтовые песни – часть культуры. Их знают и поют с самого детства. И этот эмоциональный посыл передается каждому слушателю. И плюс мы эту историю, нашу историю, мы рассказываем уже на разных языках. Приезжают ребята из разных стран, которые исполняют наши песни, наши военные песни на своих языках. То есть эту культуру они потом несут по всему миру. Это, наверное, самое важное. Пора в путь-дорогу, считает Рикардо Оливейро из Бразилии. Он выступает на сцене с 14 лет. Веселый и энергичный. Кроме вокальных партий, легко может выполнить и акробатический этюд. И хоть на фестивале будут победители, считает, что в большей степени это дружеская, творческая встреча, нежели конкурс. Все очень талантливые. И каждый по-своему. То есть мы разные. И у каждого есть своя красота. Они очень хорошо поют. Могу даже сказать от души, как говорится. Они серьезные. Продолжение следует... А это Ян Пу. Лирический тенор из Китая. На его решение заняться вокалом повлияло увлечение русскими и советскими песнями. Их всегда слушали в семье. Мне нравится. Когда я уже был ребенком, я уже много разрушил, что в землянке пришла и к нам на фронт весна, и, например, что огонек, и много. Тепная ночь. Он окончил Шанхайскую консерваторию, стал лауреатом многих международных конкурсов, почетный солист Народного оркестра Синдзиянского художественного театра, солист симфонического оркестра. Уже пять лет учит русский и мечтает остаться, жить и работать в России. А вонные станут и плачут, и прыщут на борт корабля, растая в тарёгом тумане рыбачи, родимая наша земля. В прошлом году участники фестиваля, преодолевали трудности, связанные с пандемией, а в 2022-м с логистикой и закрытым небом. На многих музыкантов оказывали серьёзное давление в их странах, но любовь к искусству и России победила. Знаете, когда мы принимали решение о этом фестивале, о его времени и месте, конечно, мы обсуждали разные варианты и думали, может быть, надо отложить, перенести и до лучших времён подождать. Но в конце концов мы решили, что фестиваль должен проходить. Это фестиваль нашей песни, русской песни, посвящённой Великой Отечественной войне, и он должен пройти накануне Дня Великой Победы. И нам очень важно показать, что есть в мире люди, которые по-прежнему любят Россию, по-прежнему дорожат её историей, её вкладом в мировую культуру. Люди, которые разделяют наши музыкальные, наши культурные, наши исторические ценности. Люди, которые просто люди. И люди, с которыми у нас очень много общего. Первый критерий при отборе конкурсантов – высокий уровень профессионализма. Второй – душевность, сердечность, теплота и искренность. Всеми этими качествами точно обладает Джошуа Араби из Нигерии. У него четверо детей. Он, как и его отец, пастор христианской церкви. Поёт с самого детства. Считает себя международным исполнителем. Обожает музыку. И жить для него значит быть артистом. А тем более в такой атмосфере. Семейное, дружественное. Очень интересно, что мы встречаемся с людьми из разных стран. Но ощущение такое, что мы давно знаем друг друга. И мы просто как бы собрались опять. Очень даже душевно. И хочется всегда быть в такой атмосфере. Джошуа благодарит всех организаторов, участников, волонтёров и зрителей фестиваля. Дорогу на Ялту – яркий пример объединения культур, которые хоть и очень разные, но бьются одним большим сердцем.